МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Я ее ведущий Гермес Фалькао-младший. Я так рад быть сегодня с вами. Мы приготовили для вас специальный выпуск. Сегодня у меня в гостях моя сестра Анна Фалькао. Анна, как дела? Хорошо. А у тебя? Прекрасно. И сегодня мы поговорим на очень важную тему. Верите ли вы в ад и рай? Знаете ли вы кого-то, кто бы со своими собственными глазами видел все ужасы ада? А если нет, то вы познакомитесь с таким человеком сегодня. Моя сестра пережила все это. И мы сегодня поговорим об этом. Она выросла в церкви. Она получила диплом биолога. Она работает в научной лаборатории и пишет докторскую диссертацию по физиотерапии. То есть это не просто какой-то безумный человек. Она высоко ценит науку и образование. Итак, Анна, расскажи немного о себе. Я родилась в христианской семье, и каждое воскресенье посещала церковь. Я читала Библию каждый день, и до 15 лет я прочла ее почти полностью. А когда мне было 23 года, я полностью отдалилась от Бога. Она отошла от Бога. Такое иногда случается. Я встречал родителей, которые говорят, молитесь за моего ребенка, за моего сына или дочь. Он отошел от Бога. Поэтому у меня вопрос. Почему ты отделилась от Господа? Ты знаешь, это был процесс. Это не случилось за одну ночь. Причин было много. Но главное состояло в том, что я злилась на Бога, когда что-то шло не по-моему. Когда в моей жизни происходило что-то плохое, я винила в этом Бога. Если кто-то обижал меня, я винила Бога. Я говорила, я следую за тобой. Как ты мог допустить, чтобы это случилось со мной? И я перестала молиться. Тогда я была в колледже и была занята учебой. Ну, в общем, и с этого все началось. Началось мое отступление. Шаг за шагом. Ты отдалялась от церкви и от всего, что связано с Богом. Твое сердце охладело, и ты пошла в другом направлении. Как ты себя чувствовала при этом? И насколько ты отошла от Бога? Я ушла от Бога на 10 лет. Еще я забыла упомянуть, что я много раз разочаровывалась в людях в церкви. Как так? В церкви же все такие замечательные. Да. Я думала, что люди в церкви такие же, как и в мире. Зачем тогда заводить друзей среди христиан, если иногда меня обижали даже сильнее, чем люди из мира. Как это объяснить? Любопытно, что, отойдя от Бога, ты продолжала верить в Него. При этом ты никогда не переставала верить в то, что Иисус — это путь на небо. Да, это правда. Я не переставала верить в Бога, а молилась только тогда, когда мне было что-то нужно. Или же я просила маму молиться, потому что думала, что Бог не будет меня слушать. Я также никогда не сомневалась в Библии. Глубоко в душе я понимала, что однажды я все же вернусь к Богу, потому что я периодически думала о вечности. Но я продолжала откладывать этот шаг, потому что хотела и дальше жить так, как мне хотелось. Я не хотела жить по Библии, я хотела делать все по-своему. Поэтому я постоянно откладывала этот шаг. А еще я, как и многие другие люди, думала, что перед смертью у меня будет время, чтобы покаяться. Я была молода. А когда вы молоды, вы думаете, что вы непобедимы. Вы не задумываетесь о смерти, это точно. Это интересно. Потому что Библия говорит, что даже демоны верят и трепещут. Поэтому веры в то, что Бог существует, и Он реален, и даже в то, что Иисус — это путь на небо, недостаточно. Верно? Да, Библия также говорит, если любите Меня, то будете соблюдать Мои заповеди. Совершенно верно. Важно не только верить в то, что Иисус — это путь, но и покаяться, и даже жить для Него. Но многие люди это упускают. Они говорят, «Я верю, что Бог есть». Замечательно. Демоны тоже в это верят. Да, покаяние означает отвернуться от греха полностью. Затем что-то случилось. Совсем недавно. Где-то три месяца назад. У тебя было сверхъестественное переживание. И я хочу, чтобы ты рассказал о всем, что заставило тебя изменить свое поведение и свой образ жизни. Расскажи, что произошло три месяца назад. Это было 19 июня. Я была в доме друзей. Мы пили вино и общались. Все было нормально, но вдруг ни с того ни с сего мне стало плохо. Я не могла дышать. Я даже попросила друга вызвать скорую, но он не вызвал, потому что сказал, что, скорее всего, это приступ паники. Я согласилась с ним, но вскоре мне стало еще хуже. Мне казалось, что я умираю и покидаю землю. Вдруг я увидела себя в темном туннеле. Я будто бы падала, а мои руки и ноги как будто что-то держало. Мое тело напоминало икс. Я не могла дышать. Я чувствовала слабость и такой сильный страх, что даже сложно описать это ощущение. Я понимала, что я умираю и что я иду в ад. Все было настолько реально, что я думала, что это происходит на самом деле. Я начала кричать к Богу, «Боже, спаси меня, пожалуйста, дай мне еще один шанс, не дай мне пойти в ад». После этого я сразу же снова вернулась в дом моего друга. Когда это произошло? Она казалась таким же реальным, как наш разговор сейчас. Ты не спала тогда? Нет, я не спала. Может, хотя бы лежала? Нет, я сидела, и мне казалось, что это происходит на самом деле, что это реальность. Расскажи о своих ощущениях в туннеле. Ты знала, что идешь в ад? Глубоко внутри, ты понимала это? А ты понимала, почему ты идешь туда? Да, из-за моего образа жизни. Мой образ жизни привел меня в ад. Я была в таком ужасе. Это самое страшное, что со мной происходило, хотя это длилось всего несколько секунд. А после этого я знала, что больше не могу это игнорировать. Мне нужно измениться, потому что я больше никогда не хочу туда возвращаться. Это было очень сильное переживание. А что было, когда ты вернулась и поняла, я иду в ад? Ты была в шоке? Насколько я помню, ты несколько дней была в шоке. Ты была в шоковом состоянии. Расскажи, пожалуйста, об этом. Да, я была в шоке. Той ночью я не могла уснуть. Всю неделю у меня сильно билось сердце, это было страшно. Я постоянно плакала, я похудела на 3 килограмма, потому что не могла есть. Это был страшный и шокирующий опыт. И ты поняла, что с этим нужно что-то делать. Ты же не думала, ну и ладно, я иду в ад. Тебе предстояло принять решение. Я решила вернуться к Богу. Основное, что мне пришлось изменить, это выбирать в жизни волю Божью, а не мою. До этого я делала лишь то, чего я хотела. Я никогда не спрашивала у него направления. Я делала лишь то, что сама считала нужным. Я решила полностью повиноваться Богу. Я сказала, да будет воля твоя, но не моя. Это очень мощно. Мощно. А еще и интересно. Это очень важная тема, потому что многие церкви сегодня не учат о вечности. Очень много таких церквей есть. Да, еще они не готовы ничем жертвовать. Они не желают повиноваться Богу и делать то, чего хочет Он. Иисусу тоже не очень-то хотелось умирать на кресте, но Он все равно это сделал. Он был послушан. Да. По плоти Иисусу не хотелось делать многие вещи, но Он все равно их делал. Иисус — это пример для нас. И Он сказал, если вы хотите следовать за Мной, то вам нужно отречься от себя и следовать за Мной. Мы редко слышим проповеди на эту тему. Людей интересуют только новые дома, новые машины и благополучие. Это хорошо. В этом нет ничего хорошего. Но это не главная цель Евангелия. Поэтому твое переживание стало пробуждением для тебя и для многих людей. Это значит, что наши глаза должны быть сфокусированы на вечности, потому что в такие моменты мы понимаем, что наша жизнь временна. Да, в тот момент я осознала, что моя жизнь на Земле временна. Моя жизнь — это всего лишь секунда по сравнению с вечностью. Когда мы умрем, все останется здесь. А самая важная вещь — это наша душа. До этого я не задумывалась о вечности, но сейчас я постоянно думаю об этом. Она постоянно в моих мыслях. Тот случай стал для меня постоянным напоминанием о том, что будет после, что будет потом. Нас смотрят разные люди. В конце мы будем молиться за вас, но до этого я расскажу вам о сострадании, которое сейчас наполняет ее сердце. Мы помолимся, а потом снова вернемся к вам. Здравствуйте, друзья! Эта программа предоставлена вашему вниманию телеканалом ТБН Россия. Если она благословляет вас, то я рекомендую вам позвонить в колл-центр ТБН и сообщить им, что вы хотите поддержать ее своими финансами. Ваши пожертвования помогают этой программе оставаться в эфире. Поэтому сделайте это сегодня. Позвоните в колл-центр и сообщите им о вашем желании поддержать эту программу. Мы снова с вами. У меня в гостях Анна Фалькау. Она рассказала нам о своем переживании, как она оказалась в туннеле, ведущем в ад. Она воззвала к Богу и попросила еще один шанс. И Бог дал ей еще один шанс. Не так ли? Да, так и было. Ты будто бы заново родилась. Да, это точно. Это переживание шокировало тебя. Возможно, вы думаете, что в этом нет ничего особенного, но настоящее переживание от Бога всегда дает плоды. Поэтому у меня вопрос. Анна, какие плоды ты видишь в своей жизни после этого переживания? Их много, многое изменилось. Например, раньше я хотела изменить что-то в моей жизни, и для этого требовалось приложить множество усилий, а также задействовать силу воли. Но после этого переживания я много плакала, потому что думала, что не смогу измениться. Но со временем Бог показал мне, что я не сама себя меняю. Это делает Дух Святой. И только Он может помочь вам оставить то, что вы не хотите оставить. А также Он научил меня больше ценить мое спасение и все, что сделал для меня Иисус. А еще у меня появился интерес к погибающим и потерянным людям. Я не хочу, чтобы кто-то еще попал в то место. Я рассказала о своем переживании всем своим друзьям, всем знакомым и даже неверующим. И знаете, все они поверили мне. Они знают меня много лет и поэтому точно могут сказать, что я не сумасшедшая. Я начала приводить людей в церковь. Я не стесняюсь рассказывать людям об Иисусе и о том, что со мной случилось. Я не стесняюсь говорить о том, что Бог сделал для меня. Да, после этого переживания у тебя появилась смелость. Как видите, настоящее переживание от Бога дают плоды. У нее появился новый уровень сострадания и мне кажется, что многие христиане нуждаются в таком новом уровне сострадания по отношению к людям. Раньше, когда ты еще была в церкви, в церквях были группы молодых людей, которых никого не пускали, даже если человек спасся совсем недавно. Да, я заметила, что во многих церквях есть свои группировки и они никого в них не пускают. В церкви много сплетен и зависти, это отпугивает людей, и из-за этого мы можем потерять чью-то душу, потому что человек не чувствует, что он принят. В Доме Божьем не должно быть никаких группировок. Мы должны проявлять любовь друг к другу, а также посвятить себя великому поручению. Не нужно быть евангелистом или пастором, чтобы рассказывать людям об Иисусе. вы можете рассказывать о нем людям на работе, в спортзале, в своей школе и в любом другом месте. Для этого не нужно что-то сверхъестественное. Ваше сердце должно гореть любовью к Господу, и тогда все получится. Да, это круто, потому что сейчас она вращается в такой среде, где одни ученые или медики, обычно такие люди склонны. Я говорю обычно, потому что, конечно же, есть исключения, но обычно люди из научной среды склонны не верить в Божьи вещи. Они верят в нечто другое, более абстрактное, настоящее, что можно увидеть. Да, это правда. Я знаю много атеистов. И у тебя есть возможность нести Иисуса в ту среду и рассказывать Евангелие там, куда нет доступа многим пасторам, верно? Да. Некоторые люди просто не пойдут в церковь, поэтому вам нужно идти к ним. Возможно, на вашем рабочем месте вы единственный Иисус, которого они когда-либо встретят. Поэтому для вас это возможность. Да, как писал Павел, Христос в нас надежда славы. Как она и сказала, многие из этих людей не придут в церковь сами. Им не приходит в голову, о, сегодня мне нужно пойти в церковь. Грешники обычно не ходят в церковь. Иисус сказал ученикам, я сделаю вас ловцами людей. На рыбалке вы сами идете за рыбой, а не ждете, пока рыба придет к вам. то переживание подняло в ней желание спасать людей. За это мы тоже помолимся. Мы будем молиться о том, чтобы Бог дал вам особое желание достигать верующих. Когда ты увидел ад, твой взгляд изменился на него? да, полностью. Я поняла, что одна из стратегий дьявола сделать так, чтобы люди забыли о вечности и смерти. Они не думают, что будет дальше. Они думают, что с ними все будет в порядке, и не важно, как они проживут всю свою жизнь. Еще я заметила, что в церквях редко говорят об аде. Возможно, пасторы думают, что люди не хотят об этом слышать. Зачем говорить об аде, если люди спасены, но вам нужно понимать, от чего Иисус спас вас. А еще мне кажется, что некоторые люди думают, что в аду не так уж плохо. На самом деле это хуже, чем любое другое страдание, которое вы можете представить себе на земле. Поэтому я думаю, что об этом важно говорить, об этом важно напоминать. Самое страшное, что может произойти с человеком это не смерть, потому что однажды, если Иисус задержится, все мы умрем. Но худшее, что может произойти с человеком, это не смерть. Хуже всего это умереть и пойти в ад. Да. Это самое ужасное, что может случиться с человеком, умереть без Иисуса. Нам с тобой поручено Богом рассказывать людям об этой реальности и о том, что Бог любит людей и не хочет, чтобы они шли в ад. сегодня мы будем молиться о том, чтобы Бог дал вам особую любовь к потерянным людям. Возможно, вы смотрите нас сегодня, и вы не уверены в том, где именно вы проведете вечность, или же вы не уверены в своем спасении. Я хочу помолиться еще и за вас. Сегодня день вашего спасения. Придите к Иисусу. Вам не обязательно верить в ад. не у всех будут такие переживания. Совершенно верно. Но вам нужно поверить в то, что Библия говорит. Прислушайтесь к обличению Святого Духа и примите бесплатный дар вечной жизни. Что бы ты хотела сказать тем людям, которые обижены на Бога? Скажи им что-то перед тем, как мы начнем молиться. Не может быть золотой середины. Вы либо с Богом, либо с дьяволом. Третьего не дано. Вы не можете быть христианином наполовину. Вас ждет либо ад, либо небеса. И дело не только в том, чтобы быть хорошим человеком, потому что согрешают все. Вам нужен Иисус и Его прощение ваших грехов. Это единственный путь на небо. И об этом говорит Слово. Итак, сегодня день спасения. Если вы сегодня берете Бога, Иисус сказал, «Всякого, кто приходит ко мне, я не прогоню». Если вы сегодня пришли прийти к Господу, или же если вы смотрите нас и не уверены в своем спасении, если вы думаете, пастор Гермес, если бы я умер сегодня, то я не знаю, куда бы я отправился. Возможно, вы даже были в церкви. Мы не спрашиваем, из какой вы церкви. Она с детства была в церкви, но смысл не в этом. И не в этом, какой у вас титул или какая у вас семья. Смысл не в членстве в церкви и не в доминации, а в том, знаете ли вы Иисуса лично, сделали вы Его Господом своей жизни. Иисус сказал, «Не каждый, кто говорит «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное». Важно не только назвать Его Господом, но и принять решение покаяния, то есть отвернуться от своих грехов. Покаяние — это метаноя на греческом. Это значит передумать. Когда вы передумаете, вы меняете направление. Для этого вам нужно помолиться Богу. Я поведу вас в молитве, и мы будем верить, что Господь спасет вашу душу и простит ваши грехи. Библия говорит, «Всем принявшим Его». Он дал власть быть детьми Божьими. Поэтому, если вы сегодня примете Иисуса в свое сердце, вы станете ребенком Бога. Возможно, вы отошли от Бога. За вас мы тоже помолимся. Ты хочешь сказать тем, кто отошел от Бога? Вы не знаете, когда придет ваше время, и сколько еще вам осталось жить. Любой день может стать для вас последним, поэтому не рискуйте тем, чтобы пойти в ад. Так и будет, если вы умрете без Иисуса, без Его познания, без покаяния, без прощения грехов и спасения. Аминь. Сейчас мы будем молиться за вас. Во-первых, за тех, кто еще никогда не принимал Иисуса как своего Господа и Спасителя. Мы помолимся о вашем спасении. и во-вторых, за тех, кто когда-то принял Иисуса, но не живут для Него. Вам пора вернуться к Нему. Если вы принадлежите к одной из этих категорий, то молитесь вместе со мной. Положите руку на сердце и скажите, Господь Иисус, сегодня я отдаю тебе мое сердце. Спасибо за то, что ты умер на кресте за мои грехи и воскрес на третий день. Я каюсь в моих грехах. Я отворачиваюсь от мира. Очисть меня, прости меня и запиши мое имя в книге жизни. Дай мне новое начало. Иисус, спасибо тебе за мое спасение. Спасибо за то, что теперь я Божье дитя. Во имя Иисуса. Библия говорит, если вы исповедуете Иисуса своим Господом и будете верить в своем сердце, что Бог воскресил его из мертвых, то вы будете спасены. Теперь вам остается только войти в эту новую жизнь, которую дал вам Христос. Анна, в завершении расскажи нам, рада ли ты новому этапу своей жизни и чего ты ждешь от будущего. Расскажи нам кратко. Я хочу закончить учебу, продолжать расти в вере и рассказывать Евангелие всем, кого я встречаю на своем пути. Я забыла рассказать, что раньше я была очень упрямой и своенравной. Меня сложно было переубедить. Если вы знаете кого-то, кто нуждается в Иисусе, и вы рассказываете этому человеку об Иисусе, приглашаете его в церковь, а он продолжает вас игнорировать, не сдавайтесь и продолжайте молиться. Иногда Богу нужно сделать что-то с этим человеком. Некоторых людей, например, таких, как я, нужно чем-то шокировать, чем-то удивить, чтобы они пришли к Богу. И мне казалось, что никто и никогда переубедить меня не сможет, это правда. Я никого не слушала. Я была очень упряма. Я поступала только так, как я этого хочу. И знаете, что я хочу вам сказать? Именно поэтому со мной все это и произошло. Таков был мой путь. Аминь. Мы надеемся, что это свидетельство благословило вас. Если это так, обязательно напишите нам об этом. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Там у нас много интересных материалов, которые станут для вас благословением. Мы любим вас и молимся за ваши нужды. Анна, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Интересно было поговорить о том, что Господь делает в твоей жизни. Божьих благословений и увидимся в следующей программе. Здравствуйте, друзья. Эта программа предоставлена вашему вниманию телеканалом ТБН Россия. Если она благословляет вас, то я рекомендую вам позвонить в колл-центр ТБН и сообщить им, что вы хотите поддержать ее своими финансами. Ваше пожертвование помогает этой программе оставаться в эфире, поэтому сделайте это сегодня, позвоните в колл-центр и сообщите им о вашем желании поддержать эту программу. Пусть Бог благословит вас. благословит вас. Субтитры Субтитры